всех приветствую на моем канале дорогие дамы и господа всем привет отзиты из канады и вот такую картинку я застала сегодня когда вышла из дома чтобы поехать в магазин а это уже непосредственно в самом шоппинг-центре я отправилась в магазин Hudson Bay это наш канадский магазин я много раз вам про него рассказывала и у входа магазин украшен к праздникам к рождеству к новому году вот какие-то такие инсталляции сделаны стоят манекены уже вечерних нарядах так скажем и призывают всех зайдите зайдите купите у нас всего очень много и действительно магазин был набит одеждой что вообще большая редкость в наше время вот возле ковидные после ковидную эпоху так скажем во время ковидную эпоху дай бог чтобы мы уже были в после ковидную эпоху я удивилась потому что у нас очень многих магазинов очень долгое время было просто были пустые полки но вот как вы видите сейчас я вам покажу поснимаю я просто продиралась среди одежды вот кстати это я снимала перед черной пятницей перед black friday я хочу вам сказать что я нашла в этом магазине потрясающей красоты кашемировые свитера они все были 40 процентов скидки на них было я не очень поняла цену потому что было написано 40 процентов и 89 долларов на некоторых этикетках свитера некоторые были по 200 долларов в общем 89 это не совсем 40 процентов от 100 долларов но в общем я не разбиралась особенно в цене просто поснимала потому что очень много было кашемира очень красивых цветов очень видите таких базовых спокойных и в то же время были много ярких вот посмотрите сиреневые лиловые под зебру практически под зебру бежево-черную не не белая черная но в общем где-то как бы зебра это уже кардиганы на пуговицах и как вы видите цветов было очень много вот этот очень яркий такой малиновый цвет и в то же время нежно-розовый нежно-голубой у нас принципе черная пятница проходит в течение практически недели то есть я думаю что и после черной пятницы эти все вещи можно будет купить но в общем попозже я зайду посмотрю потому что мне действительно очень понравились эти эти свитера эти кардиганы я знаю это хороший бренд называется он lord and taylor это довольно дорогая компания и в общем известная своим качеством поэтому я думаю что качество этих кашемировых свитеров должно быть неплохое вот показываю вам снимала просто продиралась среди одежды много очень кронштейнов с разными вещами вот как вы видите это бренд tom hill figure тоже представлен в этом магазине такие классические пиджаки белый в общем как бы летний но тем не менее продается сейчас наверное остался с лета очень яркий такие зеленые и вот этот синий с такой салатовый клеточкой в общем необычная расцветка мне понравилось ну фасон пиджака такой классический приталин и не модный оверсайз но в принципе этот бренд не отличается особо так сказать модными тенденциями а очень много лет выпускает похожие фасоны кельвин кляйн представлен в этом магазине но все все бренды которые нам знакомы и мы все знаем и посмотрите какое количество платьев и все они какие-то такие более или менее вечерние вернее более или менее вечерние их можно носить и на каждый день и использовать как на выход и на вечер и на празднование нового года вот такие платья знаете которые что называется их первый мир но как бы их можно всегда приспособить одевший какие-то аксессуары какой-то ожерелье или какой-то красивый пояс всегда можно сделать из них более праздничный более нарядный вариант вот ральф лоран тоже представлен в этом магазине как вы видите одежды много одежда есть вот эти например платья очень ну это уже как бы не в пир в мир а именно в пир такие очень нарядные все в пайетках с какими-то бусинами в общем немножко ту матч потому что на самом деле хотел я посмотреть вот что хотел я поискать платье которые можно надеть скажем так на новый год но которая бы не было очень очень нарядным потому что в сегодняшней ситуации я не думаю что мы будем справлять новый год в большой компании и устраивать большую вечеринку потому что все закрыто и все это запрещено но как бы праздновать нам никто не запрещает поэтому мы конечно соберемся с семьями дома и может быть с небольшим количеством друзей поэтому не хочется надевать что-то очень нарядное очень такой в блестках и пайетках что-то так скажем ну вот не очень нарядное но в то же время чтобы это было как-то праздничное и необычно очень много видите эта фирма гэс очень много платьев осталось длинных пол с расшитых стразами пайетками очень нарядных прямо вечерних вечерних платьев которые в этом году остались в основном невостребованными обычно эти платья завозят перед какими-то мероприятиями например перед праздниками перед рождеством потом перед выпускными вечерами вот летом когда сезон свадеб потому что многие покупают такие платья но в этом году они остались висеть абсолютно никому не нужны и потому что все мероприятия все было отменено и свадьбы выпускные как бы новый год и рождество по большому счету нас отменили то есть на мы можем праздновать но мы не можем собираться большими компаниями вот как вы видите платье такое сине атласное с кренолином там прям внизу несколько таких юбок было подшито я посмотрела с широкой такой юбкой она как бы не имеет никаких стразов на себе но довольно нарядное и вот это мне понравилось интересное сочетание синие с сиреневым с таким лиловым красивое сочетание красивое платье в меру нарядное но немножко такую слишком открытое на мой взгляд для нового года стал я рассматривать вот это платье это очень интересное очень красивое платье это известный бренд называется self-portrait это английская компания и она известна вот тем что они производят вот такие вот платья из кружев они собственно были первые которые стали производить вот эти платья из кружев они были очень популярны какое-то время назад но до сих пор принципе этот бренд он довольно дорогой довольно известный производит его из довольно хорошего дорогого кружева посмотрите внутри какая целая целая система какая-то вот сделана для того чтобы она держалась хорошо потому что она как бы сделана на шлейках и вот чтобы она не по низ не спадала с груди и вот посмотрите цена цена она даже на селе она стоит достаточно много это платье почти 350 долларов против 700 который он стоил за полную цену то есть в общем в платье достаточно дорогой я бы сказала вообще совсем не дешевая девочки привет я в примерочную же и я набрала платьев ну в общем не только там еще светорок как будто бы на новый год как будто бы если нам вдруг разрешат отвечать то есть нам не запрещают но я им не веду если будет настроение скажем так наряжаться на новый год ну по традиции расскажу в чем я сегодня одета у нас на самом деле на улице сейчас не очень холодно валит снег снег дождем в общем такая гадость ужасная поэтому я как бы не очень тепло одета но по весеннему ну в общем так я не буду особо рассказывать мне сегодня осенило в такой молочный молочной черной гамме одеться и мне очень жарко на самом деле сейчас так жарко примерно начну раздеваться и покажу вам что у меня под пальто и под шарфом единственное что что я хотела сказать а музыки здесь нет вы представляете я даже начала снимать в магазине и как бы молчу просто снимаю и думаю я потом сделала озвучку дома вдруг я понимаю когда я захожу в примерочную что музыки не слышно можно разговаривать и все в порядке так что в общем ну не важно хорошо честно пальто покажу чтобы так вот так у меня сегодня лук аутфит образ как хотите называйте что-то говорить в общем под кожей юбка бежевая получена ботинки в цвет черные колготки черный бежевый светлый и сумочка такая звук рамы девочки первое платье очень классическое темно-синего цвета с пайетками это не знаете что я вам скажу вот для не слишком нарядного скажем если это не прям партия партия просто вот вы собственно для партия вполне подойдет такое платье в общем-то коктейльное платье мне конечно неподходящий обувь для такой одежды но я лучше всего было бы надеть туфли но туфли я не могла надеть потому что сегодня снег дождем у нас даже эти ботиночки это было можно сказать рискованное решение надеть меня приехал на машине но тем не менее мне надо было паркинг когда идти до входа в магазин ну чтоб сказать вы знаете что совсем неплохо я понимаю что это не песк моды это не не супер трендовая скажем так одежда ну вот для такого для среднего возраста женщины если вы справляться на воду дома то она в принципе знаете она и нарядная в то же время она не не супер-купер какой-то очень нарядная вытерна это или что-то такое то есть принципе я считаю что вот вполне вполне нужно надеть такое платье особенно не парись в нем она удобная но как бы не очень не очень широкая как короткий можно надеть что-то сверху если нужно я не виду там какой-то кардиган или пиджак чтобы руки не мерзли но я считаю что она достаточно хорошо сидит она легкая но удобно я вообще считаю что это хороший вариант если честно я вот ну вот если не не гнаться за моды скажем так и не очень стараться одеться во что-то очень супер трендовые вот такое платье главное что если вы принципе это платье можете носить надеть в следующем году и через год и через два я считаю что это классика вполне себе ничего так сидит неплохо можно одеть еще поясочек тоненький тогда будет оно еще подчеркивать талию еще лучше смотреться ничего так неплохо так что то у нас за платье размер 12 ничего себе я и поправила закрыть элиза f или lf я думаю что это элиза фл все-таки наверно да и стоит она значит стоит он то три доллара а стоимость и 40 небольших сон дальше распродажа но мне кажется нормально вполне себе такую платил не плохой написано medium а на самом деле это 12 так еще одно платье девочки мне нравится она вот вы не поверите ну да нравится ну и во первых своим цветом ну представьте если на мне не будет черного год и туфли на каблуке лодочки она будет выглядеть намного лучше да она немножко выжать на руку такую многослойную новогоднюю елку все равно было зелено это было бы вообще совсем не не это самое не очень но поскольку она такого цвета пыльные розы значит если единственное что я тут вот наверно здесь убрала потому что как-то совсем не нужно такая вещь она совсем делать за платье и так не очень современное дело это ужасно старомодное можно надеть красивые оживели сюда можно даже здесь какие-то длинные бусы сюда и вы знаете что она в нем есть что-то вот я не знаю во первых она очень очень удачно прикроет все что вы съедите в новогоднюю ночь и вы можете спокойно кушать абсолютно быть уверенным что никто ничего не заметит потом вот мне нравится что здесь есть такой легкий рукав то есть она как бы и не рукав рукав но в то же время она прикрывает плечи если немножко прохладно все-таки зима да и в общем как бы не вот все-таки это удобно конечно иметь какой-то такой легкий рукавчик видите такой вот пелерины и не знаю мне кажется она интересна вот эти вот воланы они создают какое-то движение какой-то такой знаете какую-то интригу да скажем до вас не видно ваши фигуры конкретно видно видно чтобы девушка тоненькая но в то же время ничего не подчеркивать ничего не облегает это удобно кстати она очень удобно и в том смысле что она вот ничего не облегает ничего нигде не выпирает и не торчит и неудачные неудачные колготки и обувь представьте себе что я в лодочках это будет совсем совсем другая картинка мне нравится мне очень нравится цвет потрясающий красивый цвет сейчас посмотрим что он стоит почему я считаю что можно очень хорошо обыграть если одеться с хорошей обуви с красивой с красивыми украшениями может сделать как-то волосы наверх четко и в общем вполне вполне можно с ним работать так скажем так это платье бренд что-то такое и линкс играет и динайд гензина и динайд девочки я правда знаю английский но я не очень понимаю и ругайте мне очень понимаю что здесь написано но что-то и линкс то есть явно что-то для для вечера тоже 10 размер так и это у нас стоит она 90 долларов 30 процентов со 130 здесь какие-то еще надписи надписи значит состав смотреть не буду это конечно же синтетика без всяких сомнений вот ну вот такое платье еще одно платье это платье очень классического черного цвета бренда ральф лоры наконец-то платье бренда который я знаю правильно значит это платье для любительниц черного цвета для дам которые считают что черный цвет это самый лучший цвет для вечера и так сказать исполняет роль нарядного платья в черном цвете маленькой черной платье скажем так если честно значит в жизни она выглядит хуже чем на видео потому что на видео не видно что мы сделаем из очень такой голимой синтетики просто так вот и найти трикотажик который вообще так сказать ральф лорен должен сгореть от стыда за то что на его на такое платье повесили его имя платье сделано из такого из такой ткани но я вам хочу сказать что это очень распространенная ткань здесь у нас у нас очень много из платьев из такой из такой ткани и вот этот фасон тоже очень распространен с таким знаете здесь такая такие защиты от наталий так расходятся может мне надо было больше размер потому что они мне как-то не расходятся как-то наоборот облегаются но вот этот фасон он опять же он прикрывает животик видите то есть вот он вроде бы у меня есть но вроде бы не так сильно бросается в глаза потому что складки они как-то его прикрывают из того что мне нравится на платье это безусловно этот рукав он действительно придает этому платью нарядности потому что без этой рукава это было бы вообще совершенно обычное черное платье вообще совершенно такое никакое рукав этот он добавляет красоты он сделан из манжета это сделан из какого-то такого типа атласа тофты чего-то таком и вот несмотря на его простоту и никакогость никакуюсть никакогость что-то я не то сказала ну ладно вот этот рукав он делает его нарядным согласитесь и я считаю что это совсем неплохой вариант если вы не хотите очень сильно выделяться если вы не хотите выглядеть как-то овердрест что у нас называется то есть переразнаря перенаряженный разнаряженный а это платье как бы знаете если мы говорим о новом годе то это ночь значит это еда естественно важно удобства а вот этот вот этот рикотаж несмотря на его так сказать синтетичность и гадостность он очень мягкий такой знаете совершенно так вот вот как будто бы его нету как будто бы пижама то есть если если вы хотите удобное платье то вот это очень удобное платье опять же черное опять же ничего ничего не скажем так не вызывающие не ярко не бросающиеся в глаза но тем не менее нарядное тем не менее такое знаете вот есть ним что-то если еще сюда одеть красивые ожерелье которые кстати я хотела надеть перед тем как выйти из дома большие такие жемчужные бусы у меня есть очень хотела надеть вот но потом подумала что с этим на этом свитере в котором я пришла на нем и так много всего узоров каких-то еще жемчужное ожерелье будет выглядеть аляписта но на самом деле если я надела его сейчас вот с этим платьем это было бы шикарно там такие большие жемчужины с золотом знаете перемешанные и в общем вот ну вот такой платье мне там такая бритыш дама которая говорит но с таким британским акцентом когда все консультант очень милый если вы слышите она там разговаривает то нет как английская королева она разговаривает так это кла ральф лорен как я уже сказала десятый размер я должна сказать но вы знаете что вот эти примерки когда я вижу какой размер я примеряю это мотивирует меня на садиться на диету на которой я еще не села но очень сильно смотивирована значит это платье от размера сто сто семьдесят четыре доллара ну вот цена конечно его ну больше там 30 я за него не дала ну 50 максимум ну вот сто восемьдесят сто семьдесят пять за вот такой вот вы видите да что это за ткань ну что поделать да вы видите вот фасон потому что на моем пузе она так растянулась и не очень было понятно что 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 к чему а вот тут вот видно что у него значит здесь такая такая сборка и складки и складки идут такие такие воланы нет не волан как-то называть фалды напишите мне как называется вот это вот вот это вот деталь в одежде если предыдущие платье у нас было для любительниц не выделяется это платье для любительница выделяться а это кевин кляйн это бархат черный с красными цветами такой платье с запахом вот так если вот так она ложится тут некрасиво вот это я считаю проблем потому что вы должны все время следить за тем чтобы она правильно лежала потому что вот эта подкладка которая не очень красиво если она видна нужно все время следить чтобы она лежала красиво аккуратно знаете что девочки я вам так скажу мне нравится она удобства опять же мы говорим новый год это целая ночь за столом там танцы и так далее она немножко великовато господи иисусе наконец-то мне что-то немножко великовато она очень мягкая знаете бархат обладает это не настоящий бархат это такой синтетический бархат велюр такой я даже не знаю нет велюр это другое ну в общем она очень такой мягкой тягучи она совершенно не не жмёт нигде не давит и даже если она была меньшего размера вот я так вот убрала сзади да натянула я вам хочу сказать что он все равно не давит потому что эта ткань она такая немножко тягучая стречивая и вот это вот вот это вот качество этого бархата это знаете как будто пижама такая домашняя как будто бы домашний спортивный костюм бархатный в то же время она очень яркая очень ну такое с претензии да я бы сказала большой вырез вот это все здесь конечно тоже можно что-то надеть красивое безусловно то есть в принципе она конечно безусловно нарядное но не очень сильно знаете это не то что платье в пол там со стразами и сваровскими там с вырезом до сюда и с разрезом до сюда но такое яркое нарядное но в то же время в принципе нормально знаете не не он не очень сильно вообще даже немножко похоже на бархатный домашний халат знаете какие-то халаты которые перевязывают так вот одевают запахом и перевязывают они тоже бывают очень красивых расцветах так вот это платье не в некотором образом напоминает этот халат 100 в общем если вы справляете нового дома то как бы вы вы и дома и в халате и нарядное да ну в общем и такой платье это платье кевин кляйн размер 8 стоило на 159 сейчас она нас или за 69 99 и тут написано из из это значит что в нем какой-то из девочки я даже не знаю что с ним не так но вот такое платье девочки еще одно платье от ральф лорен просто парча пить и такое оно мне тоже немножко так ну нет она не великовато она не в бедрах нормально в талии может она немножко свободно но опять же если надеть какой-то такой интересный пояс который сочетнется хорошо вот с этим черно-черно золотое она так все знаете поблескивать я не знаю видно или нет что она с таким люрексом не очень видно но опять же не с этими ботинками нужны туфли и узнаете тоже неплохо она так так не облегает нигде вполне себе такое удобненько и платится из рукав нарядные в меру и если надеть пояс вот так вот подчеркнуть талию опять же длинаткая не длинная не короткая чуть-чуть колено такая удобная длина и нормально неплохо сейчас сколько он стоит что за размер это у нас ральф лорен это у нас размер 8 оно стоило 200 аж 15 долларов сейчас тут 86 60 процентов сел ну хорошо да такое платье и впервые в мир скорее в пир я бы сказала чем в мир потому что вот это вот золотое свечение но кстати мне нравится она тем что она не очень блестит в то же время она как бы нарядная но в то же время она прямо знаете не не как елочная игрушка еще одно платье привлекло меня похожестью на платье миссони по моему с такой расцветкой елочкой да есть сразу скажу трикотажное платье это не моё поскольку у меня тут все вот это вот оно так увлекает и в общем я не люблю как-то это не современно опять же живот ну в общем надо что-то надевать под низ какое-то утягивающее белье для того чтобы этого не было видно но вообще как бы она не слишком нарядное но вот видите вот этот полоска она сделана золотистая поэтому вот вполне может сойти за такое немножечко чуть-чуть нарядное чуть-чуть вечернее платье опять же не черными колготами в принципе неплохое в принципе симпатичное платье единственное что ну конечно не совсем ему фигуру подходит и немножечко может пистовато для встречи нового года хотя если мы будем считать что встречаем дома то вот это вот золото вполне сойдет за за праздничный компонент этого платья но все остальное мягкость рикотажность удобства легкость так далее тоже в общем для встречи ночных в день и так сказать на новый год вполне даже вполне даже хорошо и это платье у нас бренда лили седонио уже не знаю никогда не слышала написано лили седонио а внизу написано молли и второе слово брэки вот написано young ladies не трест связаны платья для молодых женщин размер м значит это не для меня и она стоила 99 сейчас на стоит 60 и наверное размер и намерности был бы размер ми-л он мне больше подошел ну вот интересно какой-то шотландский тут значок вот этот да ну вот такой платье симпатичное платье красивая расцветка но мне нужен был либо размер L либо вообще оно мне не нужно так это не не платье на новый год это просто я разглядываю платье пробегая мимо увидела такой свитерок мне очень понравился он сейчас на север на скидке он стоит 29 долларов размер медиум бренд какой-то энд шред я не знаю что такое но это такая фирма которая здесь у них продается мне понравился он гавиром катоновый и не знаю мне очень понравился в расцветка знаете как я люблю зеленый цвет мне кажется очень красивая такая радостная расцветка и такой легкий как будто бы вот этот тай-дай мне кажется очень симпатично все девочки на сегодня все ужасно свет не смотрите на меня вы меня уже видели в разных в разных примерочных разных вариантах и в разных свету под разным светом все на сегодня все надеюсь что он был интересно надеюсь что он было весело я немножко развлекла повеселила увидимся в следующем видео обязательно подписывайтесь на мой канал обязательно ставьте мне лайки люблю целую пока пока бай